На фоне накаленной политической ситуации в стране Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, живые журналы, блоги, все это уже который месяц не просто странички для общения друзей и коллег. Их ленты скорее напоминают политическую трибуну. Так насколько велико влияние социальных сетей на массы и можно ли их смело назвать пятой властью в период политического кризиса в Украине? Об этом в следующем материале. Сгинут наши вороженьки утренней росою, править сами будем, братья, мы своей страною. Подобными роликами на политическую тематику пестрят страницы одновременно всех социальных сетей. Если не ролики, то фотографии, фотоколлажи, ссылки, статьи, комментарии, все политизировано. Если раньше пользователи соцсетей делились с друзьями и коллегами фотографиями и новостями об отдыхе, покупке нового телефона, подарки мужа ко дню рождения, отчетам о свадьбе или крестинах, то сейчас эти новости отошли на дальний план. Несчетное количество политизированной информации не только в соцсетях, а и в целом в интернете полностью нас поглотило. Сами пользователи дают этому вполне логичное объяснение. Сейчас в стране очень большой эмоциональный подъем, гражданский подъем. Даже тот же Луганск, который всегда называли, который спит и все остальное. Все мероприятия, три месяца, которые проходили, майданы все, вечерние майданы в 6 часов, не собирали достаточно мало людей. И даже те митинги, которые сейчас проходят возле памятника Шевченко, которые многочисленные, действительно, там вышло много людей. Вчера вышло много людей, как их называют, пророссийских. И хотя это достаточно сомнительно, там много пророссийских людей. Там просто много людей вышло посмотреть, потому что они переживают за то, что происходит в стране. И поэтому Луганск поднялся. Даже моя мама, мой отец сейчас сидят, читают новости в интернете, грубо говоря. И посещаемость на всех новостных сайтов сейчас увеличилась в разы. Оповестись как можно больше людей или собрать их на митинг. С этим соцсети действительно справляются лучше всех. Телевидение, радио, газеты уже не успевают. В этом есть как положительные, так и отрицательные аспекты. Призывы экстремистского характера, призывы к насилию, каким-то активным действием, этим странички тоже наводнены. Отдельный разговор лента новостей. Там дебаты чаще всего носят эмоциональный характер. Заместитель мэра Луганска недавно на себе прочувствовал это. Александр Ткаченко разместил на своей страничке в фейсбуке пост, который через некоторое время вынужден был удалить. Причина – резонанс, который он вызвал. Я высказал свою гражданскую позицию. Пошли комментарии от тех людей, с которыми я в последнее время работал, сотрудничал по общественной деятельности. Поднимал наших граждан на борьбу с теми событиями, которые происходят в Киеве. И они после этого меня начали обвинять в предательстве. Все переговоры с ними были для меня безрезультативные. И вот те комментарии, которые пошли, носящие это, и оскорбительный, в том числе, характер, я не имел времени, чтобы с ними вступить в дискуссию в интернете. Поэтому я его удалил, перенес, общение сделал личным с ними, и свою позицию высказал на телевидении. Одним из минусов социальных сетей является и то, что мы слишком много времени тратим на них. Сидя на своих страничках сутками, мы часто забываем или откладываем то, что должны были срочно сделать. Дальше еще хуже. Такое проведение досуга очень негативно сказывается на нашем здоровье. Интернет-зависимость, зависимость к социальным сетям. Это уже своего рода даже заболевание. Я даже наблюдаю таких людей, которые только живут в этих сетях и верят в все, что там написано. Это действительно зависимость. Это как табакокурение, можно сказать. Чуть ли не как не алкоголизм, игровая зависимость. Понимаете, и в принципе человек туда идет и всем этому верит. Сами активные пользователи говорят, что очень скоро вся эта интернет-истерия закончится. Как только политическая ситуация в стране стабилизируется, интернет и соцсети вернутся в прежнее русло. И мы снова будем рассматривать фотографии детей, друзей и читать их посты о другой жизни. Ну а пока все максимально политизировано. И это, по словам экспертов, абсолютно в духе времени. Программу хочу продолжить свежим анекдотом. Кровопролитные бои между Украиной и Россией разгорелись в ВКонтакте. Это было бы смешно, если бы не было правдой. Представляю нашего следующего гостя Стас Циколовский. Блогер в социальных сетях, просто проктолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Майдан, баррикады, стрельба на улицах, революция, соответствующая оценка Запада. Если бы не было интернета и не было бы социальных сетей, может быть, история развивалась немного по-другому? Конечно, история развивалась бы по-другому, потому что у нас совершенно свежий пример. Это 2004 год. И я имею возможность сравнить, потому что участвовал в интернете, так сказать, в интернет-баталиях или отслеживал события в интернете в 2004 году во время оранжевого революции. И вот такого массового обмена информацией не было тогда. Это просто технически тогда было невозможно сделать, хотя попытки какие-то были. Информация доходила до нас из Киева какими-то маленькими-маленькими отрывками, но технически вот такого количества ее не было. Поэтому, наверное, если бы мы на том уровне остались, все было бы возможно, было бы по-другому. И вот все-таки, что самое главное, решающее в развитии последних событий в Украине зависело именно от интернет-сообщества. Интернет-сообщество позволило, и технические средства интернета, социальные сети, блоги, позволило информации моментально распространяться по сети между людьми, которые участвовали в этом процессе. Если кто-то видел в режиме реального времени, он моментально публиковал фотографии, публиковал новости, публиковал какие-то срочные новости, и это видело большое количество людей, и цепочка шла-шла-шла дальше, как снежный ком, и поэтому с момента выхода какого-то события, новости, проходило считанные минуты, и могла вся Украина уже знать об этом событии. Ну вот это, наверное, позитив. Может быть, еще что-то позитивного можно отметить, и следом сразу отметить негатив? Позитив? Я бы хотел сейчас вспомнить выступление доктора Комаровского, который вот пару дней назад сделал большое обращение в интернете, и он разделил две группы людей. Он обращался к россиянам по последним событиям в Крыму, и он разделил людей на тех, кто смотрит телевидение, и тех, кто читает новости, или работает, или потребляет информацию в интернете. И вот он их разделил совершенно в противоположные стороны. Те, кто в интернете, они имеют возможность получить больше информации, правдивей, многогранней информацию, и если ты для себя выбрал какой-то определенный круг общения или линию какую-то, ты можешь быстрее потреблять информацию, делать более объективные выводы. Я не говорю, что телевидение в этом плане хуже, просто другой формат. Телевидение вечером выходит с новостями, возможно, экстренные какие-то выпуски, но не так, как в интернете, в социальных сетях блога, потому что там каждая запись уже считается как экстренным выпуском, возможно, так как каждая запись, она уже идет как новость. Телевидению надо все-таки собрать материал, обработать его, выдать через редакторов, и впоследствии в итоговых, в прайм-тайм, возможно, выдать хорошую новость по итогам дня. Все это происходит в интернете, происходит в режиме реального времени, круглосуточно. Еще раз повторимся, оперативность – раз, многогранность, многовекторность – два, опять же, это позитивы. Негативы есть в этом? Негатив, опять же, каждый для себя определяет. Негатив, если ты не нашел свой источник информации, если ты потребляешь не тот источник информации, неправдивый, так скажем, источник информации. Возможно, это касается тех людей, которые впервые только, или с недавнего времени начали, потому что пользовались интернетом, наверное, уже большинство людей, но вот в таком качестве, как потребление оперативной информации, наверное, немногие, ну, не было необходимости. Сейчас такая необходимость появилась, поэтому люди, ну, идут какие-то разные места, но на самом деле никто не знает, правдивы они или нет. Те люди, которые уже не один год, или, так скажем, не один десяток лет, наверное, для себя уже определили источник информации, который ты можешь доверять, потому что ты отслеживаешь в течение нескольких лет один и тот же источник информации, и ты понимаешь, что он ту информацию, которую давал, впоследствии она оказывалась правдивой, и ты ему уже доверяешь. Можно ли управлять вот этой сложной системой? В принципе, да. Извне. В принципе, да, можно. На самом деле это не так сложно, просто сейчас, ну, наверное, если с точки зрения Луганска, то не понимают наши местные власти и политики, не понимают, как это сделать. С точки зрения, наверное, общеукраинского масштаба, попытки уже хорошие есть. С точки зрения, наверное, мирового опыта, определенно точно есть управление процессами определенными. Ну и продолжая тогда эту же мысль, можно ли достичь конкретных целей, управляя или влияя на эту систему? Конечно, можно. Какие? Опять же, в данной ситуации, когда мы рассматриваем последние события в Украине. Последние события, вот на живом примере, вот 9-го числа в очередной раз происходят в Луганске антимайдан и майдан. Они одновременно у нас в Луганске происходят. И вот сейчас есть информация о возможном столкновении. То ли эта информация действительно правдива, и столкновения 9-го числа, возможно, будут. Вот как воспользоваться информацией этой? То ли предотвратить эти события, максимально распространив эту информацию среди всех, в том числе и власти, и милиции, и СБУ, и, я не знаю, правоохранительных органов, они могут воспользоваться, когда не затаить эту информацию, и, ну, вооружен, предупрежден, значит, вооружен. Или же, наоборот, направить этот поток в другую сторону и немножко завуалировать это все дело, и тогда будут проблемы. То есть смотря, кто является источником вот этого управления. Либо устроить провокацию. Либо устроить провокацию. Ну и в завершении нашего разговора, потому что времени не так много, вот рекомендации все-таки начинающим, так сказать, пользователям, как отличить зерна от плевел? Наверное, все-таки должно пройти какой-то промежуток времени. Люди сами для себя приобретут опыт, просто сравнят ту информацию, которую они получали с разных источников, и в конечном итоге какая из этой информации в конечном итоге оказалась правдивой, сыграла в правильную сторону. Наверное, это и будет для них каким-то определением мерилом. Все-таки сами люди должны определиться. С другой стороны, мы не можем. Я могу вам свое субъективное мнение сказать. Вы с ним можете не согласиться. Опять же, у вас будет другое мнение. И политические взгляды у всех разные. Поэтому каждый будет внутренне подбирать для себя свои источники. И, наверное, переубедить здесь очень сложно людей. Ну что ж, спасибо за ответы на вопросы. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Еще раз повторяю, мы говорили сейчас о роли интернета и о роли социальных сетей в сегодняшней истории, именно в истории Украины, в событиях украинских. В завершении еще одна шутка. Наверное, тоже... Субтитры сделал DimaTorzok